Всем привет, с вами Димон, вы на канале Все Китай. Сегодня у нас на обзоре очередной китайский, просто красивый смартфончик. Это Verni M6. Смартфон, который можно купить за 120 баксов, у которого дохренище встроенной памяти, дохренище оперативной памяти. И все это вот в таком вот небольшом компактном корпусе разместила компания Verni. Ну что ж, друзья, садимся поудобнее и давайте поговорим про данного красавчика. О дизайне данного смартфона сказать нечего, потому что по факту это вылитый Xiaomi Redmi 5. Только у нас здесь немножко выпирает основная камера и сканер отпечатков пальцев в топлин в дисплей. То есть его нащупать очень даже легко, но во всем остальном, друзья, торцы у нас пластиковые, только задняя алюминиевая крышка. Сборка, конечно же, хорошая, ничего не скрипит, не люфтит, у меня вообще претензий нет. А также отмечу, что здесь просто комбинированный лоток для сим-карт, поэтому ничего крутого не ожидайте. Но при этом есть светодиодный индикатор уведомлений, мелочь, но приятно. Дисплей, ну что ж, у нас типичная IPS матрица третьего эшелона, да, потому что у нас диагональ 5,7 дюйма, HD+, разрешение. И знаете, чего-то интересного здесь по факту нет, потому что, друзья, минимальная яркость, как всегда, очень завышена. Максимальная хотелось бы чутка побольше. Да и в целом картинка не супер насыщенная, не супер контрастная, она вообще не выделяется из толпы. То есть это просто бюджетная IPS матрица, у которой нет особых минусов и нет особых плюсов, потому что, ну, ничего по сути интересного этот дисплей вообще не предлагает. Просто обычный типичный бюджетник. Звучание. И знаете, здесь все скучно, потому что обычный, стандартный, третий эшелонский звук, да, друзья? Основной динамик более-менее качественный, но громкости вообще не хватает. Смотреть видосики, смотреть там фильмы, слушать музыку нет. Он капец какой тихий. Он ниже среднего, я бы даже так сказал. Но почему-то, как всегда, вызов вы не пропустите, потому что рингтон орет очень хорошо. А вот видео смотреть нифига подобного. Рингтончик громко, офигенно. А вот смотреть фильмы, видосики нет. Вообще никак. То есть бюджетный динамик конкретно. А вот разговорный хороший. Есть запас громкости, качество адекватное, поэтому как звонилка в целом все хорошо. Производительность. Ну что ж, друзья, вот тут вот и начинается все самое лютое, потому что процессор MTK 6750. 4 гигабайта оперативной памяти. 64 встроенной. Все очень брутально и хорошо. Android 7.0 из коробки. Плюс есть как бы фирменная оболочка, которая сначала немножко в глаза не бросается, но она немножко дополняет этот чистый Android. И в целом у меня претензий нет, потому что в повседневных задачах смартфон работает хорошо. Не быстро, но нормально. Ничего не вылетает, не подвисает. Анимация плавная. Но все, что касается игрушек, друзья, все забудьте, потому что PUBG даже не скачиваете, потому что на минималках лагает. Новенький Asphalt 9 как бы на минималочках тоже подвисает. Самое нормальное это танки. Вот тут можно еще как-то поиграть, потому что на низких настройках смартфончик выдает 40-50 FPS. Все зависит от карт. То есть, друзья, самые новые, самые навороченные игрушки, конечно же, лучше даже не устанавливать. Но что-то попроще, там, аркадки какие-то там, то да, можно в целом установить. Но вы должны прекрасно понимать, что этот смартфон явно не для игр. Разблокировка. Ну что ж, у нас есть скайнер отпечатков пальцев, который немножко утоплен в корпус, и ты всегда его нащупаешь. А вот скорость срабатывания, конечно же, желает лучшего. Да, давайте. Так, вы готовы? Бам! То есть, ну, вы понимаете, да? Это сканер, который срабатывает, ну, медленно. И я тут ничего, скажем так, нового для себя не нашел, потому что это смартфончик третьего эшелона. А не все имеют такой косяк. То есть, практически 95% всех смартфонов третьего эшелона имеют медленный сканер отпечатков пальцев. И Верни М6 не стал исключением. Автономность. Ну что ж, друзья, внутри банка на 3300 мАч. В комплекте зарядка 5 Вольт, 2 Ампера. С одной стороны, все звучит очень хорошо, но с другой стороны, друзья, этот смартфончик живет еле-еле один день при средней нагрузке. И я был в шоке, потому что даже по тестам там полнейшая задница. То есть, с автономностью тут есть проблемы, друзья. Поэтому один день – это впритык при средней нагрузке. Все. Итак, тесты. Воспроизведение видео на максимальной яркости. Фильм, скачанный на смартфон без интернета. 5 часов 26 минут. Воспроизведение видео на YouTube на максимальной яркости. 4 часа 14 минут. Игры на максимальной яркости плюс Wi-Fi. 10% заряда уходит за 17 минут. Ну что ж, друзья, как видите, с автономностью тут конкретные проблемы. Ну и напоследок поговорим про камеры, потому что основная на 16 мегапикселей, фронталочка на 13 мегапикселей, и по факту ничего интересного здесь нет. Если вы думали, что этот смартфон будет хорошо фоткать, то нифига подобного. Потому что, да, детализация более-менее адекватная, но все остальное отстойное. HDR работает хреново. Экспозиция работает тоже хреново, потому что в основном все фотографии тупо пересвечены. И все. Динамический диапазон? Нет, давай, до свидания. То есть, друзья, это просто такая посредственная камера. Текст сфоткать или, возможно, какой-то там пейзаж. Шпаргалку сделать, документы. Но, блин, каких-то супер-шедевров вы явно не получите на данный смартфон. Потому что, да, сенсор, возможно, здесь хороший. Но программное обеспечение, как всегда, подкачало. Фронтальная камера тоже не удивила, потому что в основном все фотографии мрачные, да, и детализация средняя. Но при хорошем освещении еще более-менее нормальные фотки можно получить. Ну что ж, друзья, вот такой вот красивый смартфон, у которого дофига памяти, сегодня у нас был на обзоре. И знаете, я подводить итоги не буду, потому что, в принципе, я вам все уже рассказал. Покупать или нет, верни, M6 решать, конечно же, только вам. Но меня данный смартфон вообще ни капельки не заинтересовал. Потому что ничего привлекательного, кроме дизайна и памяти, здесь, по сути, нет. Но это всего лишь мое мнение. В любом случае, друзья, ссылочка будет в описании. С вами был Димон, канал «Всё Китай». Всем удачи, друзья, всем пока!